Сребролюбие говорит святитель Иоанн Златоуст. Апостол говорит, корень всех зол есть сребролюбие. 1 Тимофеев 6 глава 9 стих. Посмотрим, впрочем, как это происходит. Об этом свидетельствует само исследование обстоятельств. Ибо какое зло не от денег происходит, или же, правильнее говоря, не от денег, а от злого намерения тех, которые не умеют пользоваться ими. Потому что деньги можно было использовать как следует. Можно было при их содействии наследовать царствие. Небесное. Между тем, ныне то, что дано нам для помоществования нищим, для утешения согрешающих против нас, для прославления Бога и благоугождения Ему, мы обращаем против несчастных нищих. Или, правильнее говоря, против нашей души. И через это оскорбляем Бога. Ибо кто у другого отнимает деньги и ввергает его в нищету, тот себя предает смерти. И таким образом этого в этом мире изнуряет нищетою. А себя себе приготовляет вечное наказание. Неужели в этом случае одно может быть сравнимо с другим? Вопрос такой. Итак, какое зло не от денег происходит? Не отсюда ли любостяжание, хищение, вопли, вражды, брани и споры? Одержимые эту страстью разве не простирают рук даже на умерших, даже на отцов и братьев? Разве не испровергают законы природы, заповеди Божьих? И вообще, всего не ради ли них учреждены судилища? Итак, истребив себе любовь к деньгам, и прекратится война, прекратится брань, прекратится вражда, прекратится раздор и любовь к спорам. Корыстолюбцев надлежало бы изгнать из вселенной, как губителей и волков. Ибо, подобно тому, как противные сильные ветры, подув на Тихое море, до основания его потрясают, и через это в глубине находящийся песок смешивается с волнами, так и люди, жадные к деньгам. Все приводит в совершенное расстроение. Человек, жадный к деньгам, не знает ни одного друга. Что я говорю друга? Он не знает даже самого Бога, ибо, будучи одержим этой страстью, он приходит в неистовство. И если раскроешь душу сребролюбца, то найдешь ее таким образом устроенной. Она вооружена не одним мечом, не двумя, а бесчисленными мечами. Она никого не уважает, но бесится на всех, на всех нападает, на всех лает. Она убивает не собак, а человеческие души и громко изрыгает хулы на самое небо. Ими не спровергнуто все от неистовой любви к деньгам. Все погибло. Ибо не знаю того, кого стану винить. До такой степени себе зло овладело всеми. Правда, одним в большей, другой в меньшей степени, однако всеми. И подобно тому, как сильный огонь, будучи брошен в лес, все не спровергает и опустошает, так и эта страсть губит вселенную. Цари, правители, частные люди, нищие, женщины, мужчины, дети, все в равной мере поработились этому злу. Как будто вследствие того, что какой-то мрак обуял вселенную, никто не выходит из опьянения. Правда, против любостяжания бесчисленные выводятся обвинения и в частном разговоре среди народа, однако исправления нигде не видим. Что же из этого выйдет? Как погасим пламя? Можно погасить его, хотя бы даже поднялся он до самого неба. Нам стоит только захотеть, и мы без сомнения одолеем это пламя. Ибо как он усиливает вследствие нашего желания, так и от желания и уничижится. Разве не свободная наша воля зажгла его? Следовательно, свободная воля в состоянии будет и погасить. Только пожелаем всего. Но каким образом может явиться в нас такое желание? Если обратим внимание на суетность и бесполезность богатства, на то, что оно не может нам туда сопутствовать, что и здесь оно оставляет нас, что хотя оно пребывает здесь, однако язвы от него идут с нами туда. Если посмотрим, как велики там уготованные богатства, и что если сравним с ними земные богатства, то оно покажется ничтожнее грязи. Если заметим, что оно подвергается бесчисленным опасностям, что оно доставляет временное удовольствие, и при том удовольствие себе смешано с огорчением. Если хорошо станем рассматривать богатство то, то есть то, которое уготовано в вечной жизни, то будем тогда иметь возможность презреть богатство земное. Если вникнем в то, что сие последнее нисколько не приумножает нам ни славы, ни здоровья, ничего-либо другого, напротив погружает нас в бездну погибели. Если узнаешь, что несмотря на то, что ты здесь богат, и имеешь много подчиненных, отходя туда, ты отойдешь одиноким и нагим. Если мы будем часто повторять и слышать это от других, то, может быть, возвратится к нам здоровье, и мы избавимся от этого тяжкого наказания. Из 17-й беседы на 1-е послание к Тимофею. Господу нашему слава во веки веков. Аминь.